Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с маленького возраста. Изучение элементарных правил служит залогом для безопасности на дороге. Нет, на дороге не использую. Красные едут машины, что на красные нельзя ехать. В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, региональные и местные программы. Они направлены на сокращение количества дорожно-транспортных движений и снижение ущерба от этих происшествий. Мероприятий в этом направлении проводится большое количество. Целью данного профилактического мероприятия является недопущение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних детей. Для этого у нас сотрудники госавтоинспекции республики на постоянной основе, в частности в период проведения данного профилактического мероприятия, общаются с водителями трансовых средств, с пешеходами, с пассажирами, со всеми участниками дорожного движения, проводят беседы профилактического характера и просят их неукосидно соблюдать правила дорожного движения. С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации. И нельзя к этому относиться как к второстепенному предмету. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, это соблюдение элементарных правил дорожного движения. И может его в этом убедить взрослый человек. И естественным способом, своим примером, говорит Заур Капышев. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей, родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей пассажиров в автомобиле. В всех районах мы бываем, общаемся с детьми, с преподавателями. Видно, что работа ведется. И каждый старается внести свой вклад в эту проблематику, чтобы от этой проблемы избавиться, чтобы у нас не то что смерть, но чтобы у нас вообще в принципе дорожного происшествия с участием детей не было. Все к этому стараемся подвести, стараемся работать, насколько можно больше с детьми. И видно, что дети вот эти основные правила знают. Практически половина всех дорожных аварий с участием несовершеннолетних приходится на летний период. Поэтому огромная роль в воспитании законопослушных участников дорожного движения отводится и родителям. Особое внимание уделяется использованию, в особенности детишками, светорожающих элементов в темное время суток. Пускай сейчас и у нас темнеет, скажем так, позднее. Но тем не менее, сейчас мы понимаем, что период сейчас будет каникул летних, и дети у нас будут гулять. Естественно же, в основном будут допоздна, и в 9, и в 10 вечера будут прогуливаться. И в обязательном порядке просим, доводим и до взрослого поколения, и собрания родительские проводим в школах, чтобы детки обязательно были заметены на дороге. Для этого, чтобы они использовали на одежде, на своих аксуарах, таких как в портфеле, вот эти светорожающие стикеры. В большинстве случаев причиной автомобильных аварий становится халатность участников дорожного движения. Грубое сознательное нарушение правил. В особой группе риска находятся дети. Проговариваем вот эти моменты, чтобы когда они проходят проезжую часть, чтобы в обязательном порядке, они свои гаджеты всевозможные, телефоны сотовые, аксессуары в виде наушников и всего прочего, чтобы они все убирали спокойненько. Посмотрел по сторонам вот эти простые правила, посмотрел налево, посмотрел направо, убедился, что автомашин проезжающих нет, либо вас пропускают, только в этом случае может переходить через дорогу. Вот эти моменты все проговариваются. Статистика не радует, отметил Заур Капушев. Только по итогам четырех месяцев текущего года на дорогах республики было совершено 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб, и 13 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Недавно в Хабецком районе был такой несчастный случай, где такой пострадал несовершеннолетний пешеход. Понятное дело, что это очень серьезная проблема, и в обязательном порядке мы этот момент берем на контроль и будем работать, добиваться того, чтобы таких случаев больше не случалось у нас. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия.